С консолью Амазона невозможно договориться. Вот ирландцы, они вообще прямо говорят. Слушай, чувак, ты делаешь, производишь что-то в России, технологии делаются в России. Компании сейчас оценивается больше, чем в 100 миллионов, на самом деле, много больше, чем в 100 миллионов. Ну, то есть то, что будут машины ездить по дороге беспилотные, это, может быть, не очень скоро произойдет, но очень скоро произойдет в промышленном применении. Один из продуктов, который я создал, сейчас помогает с коммуникацией с ракетами, которые выходят в космос. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, всем привет, вы на канале Малик Трип, с вами Руслан Гафар, и сегодня мы в гостях у моего друга Андрея. Андрей – крутой инженер, он основатель стартапов. Сейчас какой по счету у тебя стартап? Четвертый, наверное, пятый. Один из его стартапов сегодня стоит уже 100 миллионов долларов. И мы сегодня поговорим как раз с Андреем о том, чем он сейчас занимается, как он видит будущее, и то, как технологии, которые он сегодня создает, будут влиять на это будущее. Андрей, у меня к тебе такой первый вопрос, чтобы ребята поняли вообще, с кем мы сегодня говорим. То есть расскажи твой путь, как ты попал в Кременевую долину. Я вообще в Кременевую долину хотел попасть, наверное, чуть ли не с детства. То есть у меня мечта с раннего возраста была заниматься высокими технологиями, прям deep tech, как здесь это называют. И я родился в Москве, в России, почти закончил физический факультет МГУ. Я там отучился, в принципе, полностью на бакалавра по физике. И начал заниматься бизнесом в России, технологиями. То есть мы там создавали продукты технологические в области телекома. Мы там же, я был ко-фаундером Cubic Robotics, который успешно мы собрали Indiegogo Кампейн на иностранный рынок. Но в конце концов я понял, что тут, в России, такие вещи делать тяжело, потому что просто находишься в среде, в которой неконкурентная среда. Я буду после начала войны в Украине, я думаю, сейчас уже даже нет смысла подробно объяснять, почему не стоит делать бизнес в России. Да, и в других, то есть я из России переехал в Ирландию. То есть первое, что я понял, когда мне сказали о России, что, слушай, чувак, ты делаешь, производишь что-то в России, технологии делаются в России. Да, что это удивительно, да. Я переехал в Ирландию, в Ирландию мне предложили очень удобные условия, дали мне грин-карту максимальную, то есть полностью подготовили мне к переезду. В Ирландии их любят, естественно, хотят себе предпринимателей. Я попал в эту программу и через какое-то время я понял, я где-то года, наверное, два в Ирландии призанимался, пытался организовать стартапы, какую-то технологическую компанию. Я понял, что это не то место, где это делается. То есть я еще до этого могу рассказать историю, я в Гонконге пытался примерно тем же самым заниматься, то есть там обходил, особенно по hardware, это вообще считается хабом таким большим, но все эти места, они по сравнению с долиной, там люди без амбиций. То есть вот ирландцы, они вообще прямо говорят, что знаешь что, Ирландия такая страна, где в основном у людей амбиции такие вот европейского уровня, да, там нету людей, которые хотят там 200x получить exit, как инвестора и инвестора, там если 3x получили exit, это уже хорошо. Да, это замечательно уже. И там у меня был момент решающий, когда я решил, что все, я точно еду прямо сейчас в долину, потому что тут уже делать нечего. Я подошел к одному из ребят из акселераторов в Ирландии и прямо у него спросил, вот, а есть ли среди ваших стартапов успехи вот уровня международного? То есть мне предлагают, у меня есть возможность переехать и стать кофаундером стартапа в Silicon Valley, в долине. И он мне сказал, знаешь что, нет, спасибо, вот, мне пришлось завязать с историей в Ирландии, хотя Ирландия замечательная страна, то есть там прямо жить комфортно, вообще все супер, люди замечательные, но движуха вся в долине. Окей, и какой опыт у тебя был до долины? Расскажи подробнее про те компании, в которых ты работал, чтобы ребята поняли, какая у тебя есть экспертиза. Да, потому что зрители нашего канала, в том числе есть венчурные инвесторы, может быть, кто-то из них заинтересуется твоим проектом, захочет вместе с тобой как-то там поработать. Или ребят, кто сейчас, например, ищет работу, особенно после начала войны, сейчас много ребят тоже ищут работу, айтишники, да, в том числе они смотрят наш канал, может кто-то захочет поработать с тобой. Вот опыт до этой компании, я сразу скажу, что сейчас я основал свой собственный стартап, потому что это была, вот, моя мечта, я прям чувствую себя, это фулфилд. И чувствую, что я должен заниматься именно этим. Я занимаюсь вот прямо core AI, то есть искусственным интеллектом, который реально применим сейчас к реальным вещам. И у нас есть клиенты, которые им пользуются, даже есть кто-то, кто прям радуется уже сегодня продукту. А до этого я работал, был кофаундером и работал CTO в стартапе, называется Phantom Auto, тоже здесь в долине. Компания сейчас оценивается больше, чем в 100 миллионов, на самом деле много больше, чем в 100 миллионов, я не могу там отложить цифры. И мы выросли, то есть когда я туда заходил, компания только подняла, то есть я там даже участвовал в этом всем процессе, да, выводнятие денег вместе с CEO. Мы подняли тогда 2 миллиона на seed round под convertible node. И вот технологически с моим руководством tech части стартапа мы доросли до момента, когда у нас получилось поднять там больше 15 в итоге на follow-up round. Это был тоже там bridge между seed, ну или series A же можно считать. И вот так давно Phantom Auto уже оценился в больше, чем в 100 миллионов. История, я считаю, совершенно классическая для долины, когда у тебя есть большое видение того, что будет происходить в мире. То есть история Phantom Auto, могу тут поделиться, история Phantom Auto в том, что в недалеком будущем будет очень много автономных систем, машин беспилотных, беспилотных роботов на складах, беспилотных роботов во всяких промышленных применениях. То есть то, что будут машины ездить по дороге беспилотные, это может быть не очень скоро произойдет, но очень скоро произойдет в промышленном применении, применении беспилотных вещей. И для них для всех понадобится удаленное управление на случай, если что-то пойдет не так, если людей нет, и робот не знает, что дальше сделать, будут такие ситуации, когда он не знает, что делать, ему нужна будет помощь. И вот компания Phantom Auto занимается разработкой технологий, которые позволяют удаленно управлять. История в любой, наверное, компании в долине начинается с того, что нужно, во-первых, увидеть это видение и начать что-то патентовать для этого, особенно если это hardware. Если это software, то там немножко другие стратегии есть. То есть обязательно стратегия – это полного доминирования рынка. Например, может быть не очень стартаперская история, но история компании Oracle. То есть Oracle компания стоит 200 миллиардов сегодня. Началась с того, что они для того, чтобы убить всех конкурентов, пошли в американский институт стандартизации и открыли все свои патенты, чтобы любой человек мог сделать так же, такую же базу данных и использовать тот же язык, те же форматы, как у них. И к чему это привело? К тому, что все конкуренты, которые делали что-то другое, предлагали на рынке, были вынуждены переключиться и писать, что у них Oracle – совместимая база данных. Ну, они, конечно, тогда сыграли еще с институтом стандартизации, там этот процесс провернули. Сегодня нет никаких институтов стандартизации, есть open source. То есть если весь мир пользуется каким-то open source продуктом, то все остальные вынуждены его копировать. То же самое произошло недавно с Neo4j, это тоже база данных, графовая база данных. Они сделали open source, сейчас все вынуждены копировать их и писать, что у них там совместимый язык, совместимая база. Да, либо это другая история, история с патентами, мы там активно очень сильно этим занимались тоже. Окей, еще какие компании? Я слышал, одна из твоих компаний, которые ты делал, сегодня используется в космосе, да, ты рассказывал. Расскажи подробнее. Да, 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 да. Один из продуктов, который я создал, сейчас помогает запускать для одной из крупнейших, наиболее успешных компаний. Роскосмос. Да, может. Ну нет, 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 конечно, не Роскосмос, к счастью. Скажем, американская компания, крупнейшая американская компания, не знаю, что за компания интересная, которая космосом занимается. Да, да, помогает с коммуникацией с ракетами, которые выходят в космос. Это продукт у меня сейчас open source. Компаниями сделали bootstrap, то есть с ребятами у нас были там клиенты и все это занимались. Но она была в России, поэтому с этой историей она перешла больше в open source, в свободное плавание и продолжается уже сама. А еще из компании, я был фаундером основным в компании Cubic Robotics. Там потом, естественно, команда росла и там все меняла структура. Но мы успешно подняли Indiegogo кампейн для девайса, который был еще до Alexa. Еще никто не знал о Amazon Alexa, вот эти голосовые помощники. Мы одни из первых, кто начали его прям производить. То есть собрали успешно деньги на первую партию производства. Правда, потом через месяца, два, по-моему, или три, Amazon объявил, что они выпускают Amazon Alexa, которая делает все то же самое, что у нас, только цена в два раза ниже, чем у нас косты. Я знаю, что они продавали в убыток первой своей версии продукта, причем глубокий убыток, но нам как стартапу с ними дегаться было невозможно. Поэтому часть компаний, компания была распродана по частям, там, в принципе, для Инстеров был экзит в ноль. Но такое тоже случается, когда риски стартаперские. Но я считаю, что это тоже успешный проект, потому что для Инстеров все сработало нормально. Команда пошла запускать Алису после этого. Вот часть технологий была продана в Google. Ну и у меня это, как галочка, стоит сейчас в резюме везде. Прикольно. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, в чем вот сейчас твои технологии, твой продукт? Мы сейчас занимаемся разработкой системы. Это самый, я называю, самый продвинутый логистический движок на планете. Мы используем технологии искусственного интеллекта, которые показали как-то DeepMind несколько лет назад. Они обыграли там в шахматы и в игру Go самых лучших игроков. С помощью искусственного интеллекта, который учится в определенном мире выигрывать партию, строить цепочки действий одна за другой, чтобы прийти к победе. Мы используем такую же технологию для того, чтобы мы ее, во-первых, засунули в базу данных, сделали продукт полноценный, работающий, применимый в индустрии. Продукт базы данных, у которого движок, по сути, такой же, как DeepMind, AlphaGo, AlphaZero, позволяет автоматически большие цепочки строить логистические. Мы, ну, я здесь заявляю в долине, что мы строим сферу Дайсона. То есть у нас логистический движок в конечном итоге позволит делать самые большие проекты человечества. Вообще, мое видение того, куда мы движемся, то есть начинается все с логистики. Мы все знаем, что логистика – это очень большая проблема. И она, в частности, стала очень большой проблемой из-за того, что это сейчас сегодня бум и коммерс. То есть все все покупают в интернете, нажимают на кнопку, срабатывают некоторые механические события. Раньше была сложная логистика уже потому, что много товаров нужно было поставить в много разных магазинов. А сейчас получается, как бы из-за того, что уже не так, как бы, ну, товары покупаются в единицах, да, то есть условно. И, соответственно, вот этих всех логистических разных там путей, в принципе, стало больше, потребностей стало больше, и это будет только увеличиваться. Проблема, на самом деле, случилась не в этом. Проблема в том, что в классической логистике ты можешь позвонить на склад или позвонить там твоим партнерам и сказать, ну, примите вот такой контейнер, мы отправили, извините, да, и они возьмут и говорим, вот, например, с консолью Амазона невозможно договориться. В консоли Амазона у тебя написано, что у тебя лимит на эту категорию товара составляет там 5000 юнитов, ты не можешь доставить больше, да. Там еще там написано в условиях, что если у тебя товар закончился, тебя выкидывают из рейтинга, да, и вместо тебя ставят конкурента на твое место. Соответственно, ты тоже с ними договориться не можешь. И таких условий там, на самом деле, много в Амазоне, что требуется от тебя как поставщика выполнять, и с ними невозможно больше договориться. То есть тебе требуется решать точно задачу всегда. Это генерирует огромное количество головной боли для… Ну, там огромные риски, то есть ты либо, получается, там переотправишь, и будет там, типа, избытки, да, непонятно, что с ними будет там их выкинут, либо там вовремя не поставишь, тогда вообще выйдешь с рынка на какое-то время, и тоже для тебя это убытка. Да, совершенно, тебя автоматически штрафуют за избытки, которые лежат на складе на Амазоне, ты с этим ничего сделать не можешь, тебя автоматически штрафуют за то, что ты привез это неправильно упакованным и так далее. И это вызывает вот все вещи, которые мы видим, это все по цепочке, волнами распространяется. Плюс, очевидно, всякие потрясения мировые, которые мы видим там с коронавирусом, с нестабильностью в регионах, там, войнами и так далее. Требуется очень быстро перерасчитывать эти цепочки, и ситуация только ухудшается, да, со временем. Поэтому сейчас есть большая потребность на рынке в быстрой автоматизации. Наш продукт позволяет автоматизировать, изначальную цепочку автоматизировать где-то в 100 раз быстрее, и подслуживать ее потом тоже где-то в 50 раз с меньшими ресурсами, чем… То есть я измеряю этот ресурс, да, в деньгах. Сколько стоит тебе имплементировать автоматизацию? Вместо там нескольких лет работы, эта команда с нашим продуктом может сделать за 3 недели. Ту же самую работу, когда люди делают ее за порядка 4 лет. Потому что у нас движок сам автоматически учится играть в правила. Ты вводишь только правила твоей логистической цепочки, и он сам учится делать все там условия поставки, в какой момент заказывать, сколько заказывать, чем вести и так далее. Полностью автоматически. Кто твои инвесторы сейчас? Ты вот говорил, там есть очень интересные ребята, которые заинтересовались технологией. Тоже интересно. Я никогда у тебя так в деталях сам даже не спрашивал. Да, у нас сейчас инвесторы из двух категорий. Люди, которые понимают очень хорошо в AI и видят перспективы искусственного интеллекта, применения его. Ну, наверное, во всех вообще областях. И вторая категория. То есть у нас из первой категории, например, один наших инвесторов, это VP of AI engineering в Snap. И у нас из второй категории есть ребята, которые уже сделали успешный экзит от e-commerce на очень большие миллионы долларов. Они наши и адвайзеры, и инвесторы. И я, кстати, не могу еще сказать, пока у нас там не решен вопрос с разглашениями этой части. Но это люди, которые прекрасно понимают, куда движется рынок. Они нам подсказывают, что нам делать. И да, как навигировать в этом мире, как строить свое видение. А какие адвайзеры сегодня у тебя есть? С кем ты советуешься вообще? Кто эти люди? Ну, помимо инвесторов. Эдвайзеры – это очень важная вещь в долине. Они позволяют тебе сориентироваться, потому что в текучке закапываешься. Например, один из моих адвайзеров – это Шарат Кумар. Он недавно сделал экзит в тоже больше 100 миллионов со своим стартапом. И он сделал буквально за несколько месяцев с нуля до этой суммы. Еще мы активно… То есть у нас один из новых адвайзеров – это человек, который работает в Google Fair. Это Facebook AI Research Team. Он один из крутейших экспертов в искусственном интеллекте. И еще мы активно консультируемся с Вишал Гупта. Он бывший CTO в Unisys. Unisys – это один из крупнейших европей-интеграторов в Америке, говерн-интеграторов. Сейчас он CTO EVP в Lexmark. Это, собственно, возможность долины с такими людьми легко законнектиться, им объяснить, что ты делаешь, потому что они эксперты в своей области. Видишь, что ты тот человек, который понимает глубоко и может это экзекьютить, и помогает тебе с коннекшенами, с советами в видении и в управлении. А в чем сегодня ваш продукт-маркет-фит? Я понял, что в будущем он будет много разных задач решать, а сегодня вот, ну, что вы упрощаете, как вы в жизни упрощаете людей? За что платит вам клиент? Клиент, первая самая проблема сейчас у всех, кто продает e-commerce, это сложность расчета логистики, чтобы ты удовлетворил все условия, как я говорил. То, что мы говорили. Да, да, да. По fulfillment center, так называемый, который требует, чтобы у тебя был определенный упакованный товар, определенное количество и определенное время. И чтобы это согласовать с твоим планом продаж. Потому что план продаж меняется очень быстро. Если ты пользуешься Excel, то тебе этот пересчет очень дорого обходится. То есть, вот если ты продаешь где-то 5 с Q на Амазоне в хорошем режиме, то есть у тебя успешный селлер, то обходится на 5 с Q один пересчет в 4 часа минимум, если у тебя все хорошо отлажено. А если у тебя меняется ситуация в неделю несколько раз, то тебе пересчитывать 4 часа на 5 только с Q, тебе нужен высококвалифицированный специалист, этим должен заниматься, потому что ошибки безумно дорого стоят. И это все огромное количество стресса. Ошибки, естественно, происходят. У них кончается товар, выходит в аутосток, конкуренты выходят вперед. Это первая основная вещь. Вторая вещь для клиентов, которые покрупнее, у них это настолько большая проблема, что они готовы платить, как мне прямую, цитирую, just for the line of sight. С перевода на английский просто видеть конец, видеть точку конечную. За это они готовы просто платить, чтобы им автоматизировали логистическую цепочку. Ну, давай такой финальный вопрос. Как ты видишь будущее, и как твоя технология как раз приблизит людей вот к этому светлому технологичному будущему? Я считаю, что будущее определенно за робототехникой. То есть роботы будут помогать нам по дому, не знаю, убирать кровать, посуду мыть, берег стирать, да. И все остальное они тоже будут делать. Я вообще говоря, много думаю на тему того вот страхов роботизации, что они там отнимут работу, или еще что-то сделают там. Вообще я считаю, что это все предрассудки, потому что о роботах лучше всего думать, как вот, знаете, есть собака, да. Собака друг человека, она безусловно хочет тебе выполнять какие-то функции, да, помогать и так далее. Вот роботы будут такими же, как животные, как лошадь, да. Лошадь же была, это же интеллектуальное животное, которое помогает перевозить. Решать задачи. Решать задачи, да. Она искренне, ей нравится взаимодействие с человеком. Вот то же самое будет у роботов. Не факт, что не будет чувства, что им будет нравиться взаимодействовать. Не будет запрограммироваться взаимодействие с человеком, выполнять функции и помогать. То есть у каждого человека будет возможность иметь у себя там 3, 5, 10 роботов. Будут их окружать в обычной жизни, в работе. То есть ты на производстве управляешь там 10 роботами. Это же уже было, опять же, с животными все происходило. И чем мы занимаемся сейчас? Мы занимаемся технологией, которая называется AI-планированием. Это планирование с помощью искусственного интеллекта. Мы ее сейчас применяем для логистики. Но в ближайшем будущем, когда рынок робототехники взорвется, а все это предсказывают, в ближайшие 3-5 лет у нас будет прорыв в робототехнике. Система, которая позволяет автоматически планировать движения роботов, будут экстренно востребованы. Более того, я хочу сказать, что AI-планирование, вот эта технология, опять же, Core, суть технологии, которую мы делаем, она является технологией, которую этот рынок вообще создаст. Потому что, если мы вспомним текущее состояние робототехники, роботы промышленно стоят очень-очень дорого. Можно купить дешевого робота на Амазоне, поиграться, который, в принципе, может, робот на Амазоне, рука робота, стоимостью 100 долларов, может легко убирать ботинки в шкаф автоматически. Почему это не делает? Вопрос, почему мы не видим робота, который убирает ботинки в шкаф? Почему роботы, которые могут это делать, стоят 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, еще какие-то безумные деньги? Потому что софт, который должен рассчитывать, движение, сейчас недостаточно продвинутый. Очень хороший пример – это видеоролики от компании Boston Dynamics, где они потом показывают неудачные прыжки этих роботов, или как они куда-то прыгнули, и видно, что где-то в половине случаев у них что-то робот сам себе сломал. То есть у него там порвалась гидролиния, такой всплеск жидкости всех, и робот это висит, с него капает. И они прямо рассказывают, что да, робот себе постоянно что-то ломает. Почему? Вопрос. Компания уже там 20 лет этим занимается. Потому что софтвуэр сейчас не позволяет рассчитать вот эти KPI, эти параметры, бизнес-метрики, что у тебя на гидролинию максимальная нагрузка, максимальное давление в этой трубке не может превышать вот этого числа. А цепочка расчета, которая там происходит, она очень-очень сложная. Она вот сопоставима по сложности с игрой в Go, с планированием этих всех движений. И как только у нас появится возможность писать такой софт, то есть программировать робота так, чтобы он сам с помощью софтвэра разрешал все эти проблемы с ограничениями движений и рассчитывал так, например, вот этот робот с Амазона за 100 долларов, чтобы он ботинок сначала подвинул в такое положение, с которого ему можно будет поднять. Потому что сервопривода все равно там недостаточно мощные, но он знает, что в определенном положении он может поднять. И вот он будет делать это сложное движение, рассчитывать цепочку и вставлять его в шкаф власть. Тогда нам не понадобится вся сложность промышленных роботов. Такие вещи, как, я не знаю, если ты знаешь, у промышленного робота есть тормоз, такой прям как в машине гидравлический тормоз, который останавливает эту руку. У него запас там мощности, мощности типа в 100 раз, вот ему нужно поднимать 1 килограмм, он поднимает 100, ему же 10, он 1000 может, он элементарно может там голову снести кому-нибудь, там просто неудачным движением. Все это нужно, потому что, опять же, софтвер, который пишется для управления роботом, он не учитывает всех реальных ограничений и параметров. Вот этим мы занимаемся. Мы занимаемся коммерциализацией и превращением технологий автоматического планирования в продукты, готовые к использованию в индустрии. Спасибо тебе, Андрей, очень интересно. Я уже прям сам захотел проинвестировать в свою компанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!